Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение первого послания к Коринфянам, 6 глава. Мы с вами говорили о том, что на самом-то деле духовное состояние коринфских христиан, в общем-то, конечно, должно было быть лучшим. Иногда нам, собственно, несколько идеализировать раннюю церковь, приходится встречать то, что первые христиане, они отличались особой ревностью, какой-то решительностью. Конечно, мы знаем множество сломых мучеников, исповедников, но в то же время мы понимаем, что первые свои шаги церкви давались нелегко, и в этом нас убеждает как раз чтение послания апостола Павла и те ситуации, те проблемы, которые по необходимости приходилось ему решать. Итак, кто смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не, тем более, дела житейские. Итак, что же происходило в коринфской среде? Дело в том, что между членами церкви, оказывается, были судебные тяжбы. Возможно, они имели какой-то имущественный характер или что-то еще. И, конечно, само наличие такого рода тяжб и разбирательств показывало, насколько раздроблена, насколько разделена коринфская церковь, насколько она неоднородна. И что, прежде всего, волнует апостола Павла, что кажется ему вопиющим? Он оказывает на то, что, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых. То есть, другими словами, решение относительно христиан принимает человек внешний. Далее апостол Павел об этом скажет, «Когда вы имеете житейские тяжбы, поставляйте своими судьями ничего не значащих церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями? Но брат с братом судится, и при том перед неверными». Другими словами, член церкви обращались в гражданские судьбы, в которых были судьи, которые, конечно, естественно, ни от какого отношения к христианству и церкви не имели. И вот эти люди выносили свои судебные решения относительно христиан. То есть, апостол Павел говорит о существенном изменении, о некотором перевороте. Над церковью ставятся языческие судьи. Они судят христиан. И апостол Павел не только этим крайне возмущен и удивлен, но и напоминает о той истине, которая оказывается забыта. Что христиане не только могут решать, какие бы то ни было житейские дела, раз в этом есть некая необходимость, но, он говорит, святые будут судить мир. То есть, речь идет, конечно, не о том, что все христиане за все века существования христианства будут судьями, но речь идет о том, что, конечно, сама жизнь этих людей станет неким судом над другими. Как, помните, в притче о страшном суде происходит некое разделение. Есть люди, которые соучаствуют в окружающих, а есть люди, которые этого не делают. И сам факт наличия тех, кто принимал участие в обездоленных, голодных, гонимых и больных, она уже автоматически производит суд над теми, кто это игнорировал, кто этого не делал. И в этом смысле святые, несомненно, они будут как бы судьями, потому что их жизнь будет свидетельствовать о некой альтернативе этому миру, о том, что жизнь в нем могла быть совершенно другой. И апостол Павел напоминает, что если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, продолжает он, и этого сказа нас может еще более озадачить, что мы будем судить ангелов, не тем более дела житейские. Как это так? Как люди могут судить ангелов? Возможно ли это вообще? О чем в данном случае идет речь? И здесь мы должны с вами вспомнить о том, о чем подробно уже говорили в одной из предыдущих встреч, когда рассматривали вторую главу первого послания Коринфянам. Да и в ряде других моментов об этом была речь. Дело в том, что для апостола Павла, и в этом опять же мы еще неоднократно убедимся, в том числе и рассматривая первое послание Коринфянам, ангелы являются скорее враждебными Богу силой. И поэтому вот здесь апостол Павел имеет именно это в виду. Он считает, что над этими силами, которые противостоят Богу, будут и произнесут свой суд святые. И продолжает дальше, что брат с братом судится, и это уже унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, для чего вам лучше не оставаться обиженным, для чего вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Итак, действительно, такая линия поведения, такой подход к окружающим, он недопустим для христианина. И для того, чтобы избежать, для того, чтобы это не происходило, лучше апостол Павел говорит уступить, лучше быть обиженным, может быть, оскорбленным, может быть, отказаться от чего-то более значимого и важного, чем пытаться таким образом якобы восстановить справедливость, обращаясь в суд. И, конечно, апостол Павел тем самым задает очень важный вопрос, вопрос, который связан с той ситуацией, к которой мы будем постоянно возвращаться, рассматривая самые разные вопросы, которые нам сохранило это послание. Насколько действительно человек готов поступиться собой, насколько он готов ущемить свои права, отказаться от своих каких-то амбиций, от обид, от неприязни, от осуждения других, от каких-то своих целей, ради того, чтобы спасти ближнего, ради того, чтобы сохранить мир, единство, согласие внутри церкви, внутри семьи, между людьми в целом. Потому что, конечно, мы понимаем, что Христиан – человек, который должен принять то, что он может где-то потерпеть ущерб. И вот это желание восстановление справедливости якобы, оно на самом-то деле очень часто приводит к плачевным и прямо противоположным результатам восстанавливается несправедливость, а какие-то амбиции, не лучшие желания, вот что приводит дальше к еще большему разрыву в отношениях. Или не знаете, напоминает апостол Павел, что неправедные царствие Божие не наследуют. То есть это еще один аргумент. Человек, который ведет себя таким образом, он лишает себя спасения. Оно оказывается для него невозможно. И примечательно, здесь апостол говорит о царстве Божьем. Он довольно редко упоминает этот термин в своих текстах. И продолжает. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни злослужители, ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивы, ни хищники. Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Так, этот призыв не обманывайтесь. Он очень актуален. Действительно, человек может совершать какие-то, может быть, тяжелые грехи, или не хотеть исправляться, или читать то, что он делает маловажным, незначительным, незаслуживающим внимания у Бога. И грех будет продолжаться, не прекращаться. Но апостол говорит о том, что нет, человек, который эти грехи совершает, он Царствие Божие не наследует. Но напоминает о том, что да, все это было в прошлом, но сейчас оно уже невозможно и недопустимо. Почему? Потому что вы омылись, осветились и оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, совершилось крещение. И это очень важный аргумент для апостола Павла в целом, потому что мы с вами говорили при рассмотрении пятой главы о том, что апостол предупреждает, что Пасха Христос заклан за нас, то есть несовместимость греха, на который он оказал, с вкушением и вхаристии. Да, ведь на самом деле священники, когда совершается причастие в алтаре, они сразу же после этого читают трапари Пасхи. То же самое апостол Павел говорит на крещение, о том, что произошла некая перемена. Вы омылись, осветились, то есть очистились, да, и все равно, что взять что-то вымыть, вычистить, а потом тут же заливать все это дело грязью, да, марать вновь. Как будто этого очищения, как будто этой уборки, да, внутренней, ее как бы и не было. И смысл предупреждения апостола Павла состоит именно в этом. Вот здесь таинства, они являются одним из важнейших моментов его аргументации. И он напоминает, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Что это значит? Все мне позволительно. Возможно, что именно так понимали христианскую свободу некоторые члены Коринфской церкви. То, что их свобода, она никак не может быть теперь ограничена, ничем обусловлена. Он говорит, апостол Павел не вступает в полемику. Он не говорит, нет. Он говорит, все позволительно, но не все полезно. Все позволительно, но ничто не должно обладать. То есть, ничто не должно быть предметом человеческого пристрастия, привязанности. И продолжает. Пища для чрева и чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Итак, апостол Павел возвращается к теме блуда, к теме телесных грехов. И он как раз здесь подходит к решению этой проблемы не с точки зрения каких-то запретов, даже религиозных ограничений. Он говорит о том, что является содержанием нашей веры. О воскресении. Именно воскресение, оно показывает и предшествующему воплощению, насколько значимо для Бога человеческое тело. Человеческое тело не просто оболочка, что-то временное, которое ему дано на определенный срок этой земной жизни. Нет. Тело – это некий замысел Божий о человеке. И поэтому даже есть такие знаменательные слова. Он говорит, но тело для Господа и Господь для тела. И тем самым это предназначение, то, что Боговоплощение осуществилось, оно подчеркивает все значение, всю высоту тела. И продолжает. Разве вы не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? То есть человек, он принадлежит не себе. Здесь апостол Павел обращается к образу церкви как телу Христову. Более подробно он разовьет его дальше. Это 12 глава послания. Но здесь он уже начинает эту тему. И, конечно, эта тема имеет как раз более общий характер. Она пронизывает все послания. Апостол Павел хочет сказать, что ваша связь со Христом, она действительно – вы крещены, вы причащаетесь тела Христова, вы сами являетесь членом тела Христова. И вот эта связь со Христом, этот дар, он требует от вас определенной духовной высоты. А вы его не замечаете, вы его игнорируете, вы не придаете этому никакого значения. Это для вас не является чем-то сущностным и существенным. И это предупреждение, оно тоже, конечно, сохраняет свою актуальность, потому что, действительно, очень часто наша религиозная жизнь, она сводится к каким-то запретам, каким-то ограничениям. Но самое-то главное – не это, а самая главная связь со Христом. И насколько совместимо со Христом то, как мы живем, как мы думаем и как мы действуем. Итак, что же происходит, продолжает апостол. Тела ваши – суть члены Христова. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Апостол Павел тем самым говорит о том, что, хотя, конечно, телесное единение с противоположным полом, оно не является браком, тем не менее, он рассматривает это как брак. Он говорит о том, что то, что является членом Христа, то есть человек, который является частью Христа, он как бы отдается на грех. И продолжает, да не будет. Или вы не знаете, что совокупляющий с блудницей становится одно тело с ней, и бессказанно два будут одна плоть, а соединяющий с Господом один дух с Господом. И это тоже важно. Речь идет не только о телесном единении со Христом, не только о том, что мы являемся частью церкви, тела Христова. Мы обладаем, говорит апостол Павел, опять же, как ни странно, это может быть одним духом с ним, потому что святой дух, да, дух Христов, он есть и у нас тоже, у каждого христианина. Мы получили его после крещения в Таинстве Миропомазания. Дальше он говорит о том, что предостерегая, бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете, что тела ваши есть храм, живущий у вас святого духа, который имеете от Бога, и вы не свои. Так, мы не просто являемся носителями духа, а мы являемся храмами святого духа. То есть каждый человек, он превращается в живой храм, в носителя Бога, в самом себе. И получается так, что вследствие греха этот храм оскореняется, он как бы нивелируется. И это присутствие духа, оно вытесняется уступкой греху. И сам дух, его наличие, его присутствие, оно свидетельствует о принадлежности Богу, о том, что Бог соединил нас с собой. И каким же образом это произошло, когда случилось? «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Понятно, что здесь речь идет об искуплении, о том, что именно кровь Христа, его смерть, она выклопала нас, она сделала нас принадлежащими Богу. И эта принадлежность Богу новая для коринфских христиан и должна определять всю их жизнь. То есть их жизнь, она должна соответствовать этой принадлежности, этой связи. И, конечно, здесь апостол Павел напоминает одну очень важную истину, истину, которую нам никогда не следует забывать, о том, что мы тоже все принадлежим Богу. И действительно, очень часто по нас люди судят о предмете нашей веры, о том, каковы верующие, насколько Бог для них значим и важен, насколько их вера, она определяет их жизнь. И если налицо это несоответствие, если люди понимают, что те, кто объявляют себя носителями Бога или утверждают, что они связаны с Ним, но их жизнь, наоборот, отталкивают людей от себя, или они совершают то, что этим оказывается несовместимо, то тем самым они дискредитируют и Бога, и веру, и Церковь. И, конечно, этот вопрос, который мы тоже можем задать себе, насколько действительно наша жизнь, наши поступки, они олицетворяют нашу веру, насколько с нашей верой совместимо все то, что мы делаем и как живем.